Российский офис марки Хавейл начинает продажу обновленных кроссоверов F7 и F7X. Сразу скажем, что после рестайлинга машины стали дороже, при том весьма заметно, на величину от 90 до 260 тысяч рублей. Сама модернизация вышла скромной. Нетрудно заметить расширенную решетку радиатора да бампер, украшенный клыками и новыми противотуманками. Задний бампер получил вертикальные вставки и имитацию диффузора внизу. В палитре цветов появился красный. В салоне прописалась свежая мультимедиа с широкоформатным 12-дюймовым экраном. Кроме того, в дорогих комплектациях теперь есть двухзонный климат-контроль, а выбор отделки салона расширен свежими вариантами. Плюс пересмотренной комплектации. Внедрён полный обогрев лобового стекла, электронная система предотвращения столкновений и многое другое. Именно поэтому топовые Хавейлы разом подорожали на четверть миллиона. Силовые агрегаты прежние, а из технических изменений стоит отметить разве что более ёмкий бачок омывателя. Также подметим, что из гаммы исчезло маловостребованное сочетание двухлитрового мотора и переднего привода. Добавим, что обе модели выпускаются на заводе под Тулой, который, как уверяет китайская сторона, недавно разогнался до полной мощности, а это, на секундочку, аж 80 тысяч машин ежегодно. Собственно, самой востребованной продукцией, что покидает тульский конвейер, остаются родственники F7 и F7X. В прошлом году им удалось на пару привлечь аж 23 тысячи покупателей. Конкурирующий с Хавейлом китайский бренд Cherry в свою очередь провёл ревизию кроссовера TIGA 8. В ходе обновления модель обрела другую решётку радиатора, новый передний бампер, а также иные ходовые огни. Но главное, в списке оснащения дополнительно появились панорамная крыша, электропривод сидения переднего пассажира и многоцветная контурная подсветка. При этом цена выросла только на 109 тысяч рублей, что сравнительно немного. Из списка базового оборудования никуда не делись 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, обивка сидений эко-кожей, а также продвинутая медиа-система и светодиодные фары. Единственная потеря – это утрата двухлитрового турбомотора, который отныне останется прерогативой более дорогого TIGA 8 Pro, а обычной «восьмёрке» без приставки Pro достанется полуторалитровая турбочетвёрка с шестиступенчатым преселективом и передним приводом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова